Как ютуб проверяет лицензию на контент? Например, подписка на сток не куплена, а подписку купил друг и отдал мне файл. Самая частая ошибка, что вы думаете, что ютуб проверяет лицензии, ютуб проверяет контент и ютуб такой выступает в роли арбитра. Нет, ютуб ничего никогда не проверяет, ютуб сообщает. А проблема в том, что попросить документы, подтверждающие право на использование этого контента, могут правообладатели, и они посредством ютуба пришлют вам письмо, а ютуб лишь сообщит правообладателям о том, что вы используете их контент. И вот здесь вопрос, будут ли у вас на момент запроса документы, подтверждающие право для использования этого контента. Ютуб не проверяет лицензийный контент. У него нет возможности, желания, и ему это незачем. Почему? Ютуб – это площадка, это видеохостинг, который транслирует ваш контент. А в случае, если правообладатель или тот, кто выдает себя за правообладателя, потребует объяснение от вас, тут вы уже должны предоставить документы. И вот, давайте представим ситуацию, которую вы сейчас описали, и раздаем ее на части. То есть, это типичная ситуация, типичная ошибка, когда люди такие, они пытаются общетрить всех. То есть, есть целая индустрия, они такие, если я думают, мы же такие вот тупые, не знаем, как нас могут обмануть там, да, что есть там Вася, села Кукуева, который думает, а зачем мне покупать, мы сейчас купим в складчину, все там, допустим, 50 человек, и каждый там возьмем, и в случае чего у нас будут документы. Так вот, Василий, скорее всего, таких документов у вас не будет, от слова вообще. И очень часто получается, какая ситуация. Есть еще одна вариация вашего вопроса, это когда, а что если я куплю на один месяц подписку, выкачу, то есть, посажу там 10 человек, выкачу все видео, и потом годами наперед буду все это использовать. Это все проходит на полуавтомате, буквально в смысле слова. Как сие происходит? То есть, вот вы сделали видеоролик и выпустили его в свет. У этого видеоролика есть дата выпуска. Вот, допустим, он вышел сегодня, 21 сентября 21 года. Окей, говорим мы, и дальше себе поживаем, добра нажимаем. Выпускаем 23 сентября, 25, 29 и на этом дело заканчиваем. Потом мы переходим на другой исток и забываем. Проходит год, и к нам приходит правообладатель, то есть, к нам приходит предупреждение, что типа там Василий Петрович Сидоров сообщает YouTube, что вы неправомерно используете его контент, его ролики, вот этот, 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 эти вставки у себя в видео и просит удалить ваш, удалить вас, контент. И YouTube же вам говорит, друг, мы надеемся, что ты честный человек и у тебя было право на использование, поэтому давай-ка ты ответишь, напишешь апелляцию этому никчемному там человеку и подашь апелляцию. И к апелляции приложишь документы о том, что у тебя действительно есть право, а в данном случае у тебя есть право использовать это видео, потому что ты купил его на стоке. А также не забудь приложить квитанцию по оплате, логин, пароль, пароль не на там, логин со стока, да, и дату, то есть важно, вот тут очень важный момент, важно, чтобы на момент размещения вот этого спорного видеоролика у вас была подписка на этот сток. Если под, то есть если у вас подписка закончилась двадцатого сентября, а ролики вы разместили двадцать первого сентября, то неважно, что сделали его двадцатого. YouTube считает, что он выпущен двадцать первого и правообладатель. Вывод, не пытайтесь обмануть систему. Вот поймите, если еще лет пять-семь назад это можно было провернуть, то сейчас это происходит все на полуавтомате. Это все происходит, почему? Вы должны понимать, почему? Потому что YouTube уже научился определять и сравнивать одинаковые сюжеты. Чтобы вам было еще просто и понятно, у нас же YouTube просто и понятно. Само по себе видео, алгоритмы YouTube не видят его как видео, у них нет глаз. Это набор цифр, то есть набор цифр, и вот они видят, что есть один набор цифр, там порядок, да, и есть второй. И понимают, что если кто-то подает, то есть два одинаковых, то кто-то, то есть у любого видео есть правообладатель, и этот правообладатель может запросить документы на право использования у вас. Понимаете? А почему? А теперь представим, давайте нарисуем ситуацию. Десять человек купило в складчину этот самый сток, и вот правообладатель отправляет жалобу всем десятерым. И вы такие молодцы, один присылает, и скриншоты от этого стока с этим, как его слогином. Второй присылает, третий, четвертый, пятый. Налицо мошенничество. Вы не можете десять каналов одновременно использовать один и тот же сток. Почему? Потому что в правилах этого стока это запрещено. Один человек. У вас лицензия на использование на одном канале, у одного человека. А вот самое интересное, и это люди знают, что как бы те, кто организует эти стоки, они это понимают. И скорее всего вам выдадут не тот адрес, который, скажем так, на который зарегистрированы все условия, потому что как бы они-то понимают, что рано или поздно спросят вас. Не пытайтесь обмануть, работайте честно, потому что уже в двадцать первом веке, в двадцать первом году есть огромная куча механизмов, алгоритмов, способных распознать нарушения и мошенничества. А YouTube это то, где один раз можно обосраться, всю жизнь можно потираться. Пара-бара-бам.